Играя, получается, уже 20 лет, так я начала с 7 лет. Папа привел меня, можно сказать, в хоккей. Он сам играл, но ему, к сожалению, запретили родители. В то время не такая надежная, можно сказать, хоккейная форма была, ну и размеров не было так много. Вот они за него переживали, отдали его музыкалку. В итоге вот у меня есть старший брат, он захотел вот из него сделать хоккеиста. В итоге мы пошли на первый наш лед, он научил нас кататься и вот брат, к сожалению, сломал ногу. Ну и как бы вот так получилось, что в итоге из него как бы не совсем спортсмен, он такой человек более другого направления. А вот меня прям очень зацепило. Я там даже начинала кататься на 42-м размере коньки, несколько носок надеваешь, затягиваешь потуже, чтобы там было удобно и катаешься. Все мне прям очень понравилось. И вот в первом классе на уроке физкультуры у нас прям в школе был каток. Мы, получается, ходили кататься. Я там, конечно же, лучше всех уже каталась, потому что я научилась. Вот, тренер заметила, позвал в команду и в тот год как раз таки в Тюмени у нас набирали женскую хоккейную команду. Ну, на самом деле, папа, так сказать, он даже, наверное, с начала не думал, что мне это так понравится, что вот он сам играл и как бы сына хотел вроде хоккеиста, а тут получилось все наоборот и дочь еще и в хоккее. И как бы были такие моменты, когда он наоборот меня отговаривал. То есть и как потом я еще узнала, он сказал маме, что да, она сейчас два месяца позанимается и закончит. В итоге вот эти два месяца перешло уже в 20 лет, как я занимаюсь хоккеем. Вот. Ну и как бы были тоже такие сложные моменты, когда нужно идти там на учебу после поездок, после выездов. Мы там тоже участвовали тогда в чемпионате Россия по мальчикам во второй группе. Но как бы было тяжело, но могу сказать, что учебу я никогда не забрасывала. То есть училась я, в принципе, хорошо. Вот. Поэтому, в принципе, удавалось даже совмещать. Еще было хорошее расписание. То есть у меня как раз проходили все уроки. Я приходила домой, кушала и уже ехала на тренировку, либо папа отвозил там, как уже получалось. Про кота. И днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи. У лукоморья дуб зеленый. Я же никак не могла вспомнить. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубе том. И днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Вот. В команде меня называют Батей. Так у меня фамилия Баталова. Ну и как бы сокращенно для того, чтобы на льду было удобнее кричать. Я так скажу, что у нас, мне кажется, в каждой команде есть, ну, как бы девчонок. У кого-то там длинные имена. Ну, это как бы тяжело. А тут там Батя, Оля, Мороз. Ну, как бы вот так вот. Бейм-бейм-бейм. Батя в здании. Блин, наверное, больше хотелось бы, конечно, с игроками НХЛ именно мужской. Конечно, с нашими ребятами. Можно там и защитника выделить Сергачева, и Орлова также. Но, к сожалению, у нас не разрешены силовые приемы. Как бы у них можно было бы это узнать. Ну, а так, конечно же, даже больше по нападающим. Тот же Макдэвид вообще. Ну, я думаю, любой из игроков, играющих вообще в хоккей, хотел бы с ним пообщаться, что-нибудь узнать, спросить его подход к тренировкам, как он занимается, как готовится. Это очень достаточно интересно. Ну, и я думаю, что Маккинон тоже самое. Вообще, без вопросов. Ну, как бы мне кажется, это вот именно те эталоны игроков, которые все бы чему-нибудь хотели у них научиться. Помимо хоккея, увлечений таких нет, но я бы сказала, что я обучаюсь. Вот сейчас планирую как раз начать обучение на тренера по физподготовке. Далее планирую пойти обучаться на высшую школу хоккейных тренеров. Вот. И, в принципе, учеба занимает все вот это время. Сейчас изучаю книги, также читаю по физиологии вообще организма, подготовке биомеханики мышцы, биомеханики работы всего организма. То есть мне это интересно, развиваться в этом направлении. И как бы вот все свободное время уходит на это. Ну, я бы хотела себя видеть тренером. Как мне это, как сказать, нравится, обучать. Особенно вот последние как раз таки годы я пришла к тому, что мне очень нравится именно в тренажерном зале показывать правильные упражнения, объяснять, где-то помогать там девчонкам, еще что-то. Ну, вот больше вот это направление. Ну, и хоккейным тренером хотелось бы попробовать, но я просто понимаю всю эту сложность работы именно с детьми. То есть всегда каждому тренеру нужно начинать изначально с детей и дальше уже продвигаться по карьерной месяце. И вот именно меня больше, наверное, пугает работа с детьми. То есть это как бы их организовать где-то. Они же все вот такие вот шаляй-валяй еще в этом возрасте. Поэтому я думаю, это будет тяжело. И мне вот больше как-то вот в физподготовку ушло направление. Да, кстати, уже в этом году у нас был разговор. Как раз таки будет приложение к девчонкам из нашей команды. Потому что провести сборы в Москве, в принципе, это всем удобно добраться. Тут расположение. Даже можно, ну, как бы найти любую структуру, очень много катков. И это как бы даже девчонкам это было бы очень интересно. Я думаю, вот если бы я там, мне кажется, свои там, я не знаю, 10-14 лет, если мне вот так вот девушки уже там из сборной, побывавшие на Олимпиаде, что-то там объясняли или подсказывали, я была бы такая рада. И я думаю, что в дальнейшем мы все-таки будем планировать сборы. Поэтому следите за историями, за нашими. Цель ума стреленность, трудолюбие и профессионализм, наверное. Чувство юмора. Мне кажется, это самое главное. Если человек умеет шутить, то, мне кажется, можно найти любые как бы через шутку, через какие-то приколы. Я думаю, это и в команде тоже очень заметно, когда вот с девчонками начинаешь общаться. Если чувство юмора есть, я думаю, все точно вольется в коллектив. Да нет, особо девиза нет. Как бы есть какие-то просто свои, можно сказать, там правила. Я не знаю. Ну, ничего такого необычного, как бы, в принципе, поступая с людьми так же, как хотел бы, чтобы поступали к тебе. И ничего такого особенного. Передаю привет всем болельщикам. Приходите на наши матчи. Уфа Зорги ждет. И болейте за нашу команду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова